Прощай, школа, сказали на прошлой неделе 358 устилимских выпускников 11 классов. Родители и педагоги провожали их во взрослую жизнь минувшую пятницу во Дворце культуры имени Наймушина. Как юные устилимцы прославили город, узнала наша съемочная группа. Школа номер 5. В актовом зале уже нарядные выпускники. Многие в сопровождении родственников и друзей. Директор называет самых сильных учеников, вручает аттестаты. Оценки только 4 и 5. Вручаем Константину Леонидовичу Воронцову. В былые годы выпускники узнавали о своих успехах, лишь получив аттестат на руки. Сейчас учителя не делают из этого тайны. Ребятам хватает сюрпризов и в виде ожидания результатов ЕГЭ. Конечно страшно, но тем не менее я осведомлена о своих оценках, поэтому не так уж и страшно. Только дрожь приятная, то, что уже как бы конец школы. Так прям непривычно. Затем, нарядные и полные оптимизма, молодые люди прибывают на общегородской выпускной вечер. В этом году он проходит во Дворце культуры имени Наймушина. По традиции проходят почетную красную дорожку. Ведущий представляет у руководства школ и отличников, победителей различных олимпиад и соревнований. Талантливые, умные, перспективные, способные воплотить свои мечты в реальность. Мы специально не говорим, какую школу представили ведущие. Их слова можно отнести ко всем выпускникам города. Добрые напутствия ребятам сказали депутаты законодательного собрания от нашей территории. Вам предстоит сделать очень важный, ваш самый первый очень важный шаг во взрослую жизнь. Вам необходимо определиться с вашей будущей профессией и реализовать все свои мечты и планы. Не забывайте свой родной город, свою малую родину. Хочу верить, что у каждого из вас все получится. И Устилимск будет гордиться выпускниками 2023 года. В добрый путь! Уважаемые Устилимцы, уважаемые педагоги, уважаемые родители и уважаемые выпускники. За спиной 11 лет учебы в школе. Сейчас открыты все дороги, их много. Я хочу с вами поделиться своим девизом жизненным. Судьба – это не данность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Ставьте самые высокие цели. Стремитесь к важным достижениям. У вас обязательно все получится. Желаю вам идти от успеха к успеху. В добрый путь! Во Дворце культуры для молодых людей подготовили множество фотозонов. Желающие могли оставить благодарственные слова учителям пожелания родному Устилимску. Желаю городу счастья, здравоцветания, какого-либо лучшей инфраструктуры. Что еще городу? Больше кафешек, заведений любых, где можно посетить с друзьями, подростками. Программа праздничного концерта состояла из выступлений вчерашних шкалеров. Творческие работники Дворца культуры говорят, что репетировали номера больше недели. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Родителям выпускников и их педагогам есть чем гордиться. Наш город показал самые высокие результаты ЕГЭ по всей Иркутской области. Успешно справились ребята с испытаниями по обязательному русскому языку и математике, а также предметам на выбор, литературе, истории, географии, обществовознанию, химии и физике. Только одних медалистов в Устилимске 34. Большинство сегодняшних выпускников совсем скоро разъедутся в другие города, чтобы продолжить образование и получить профессию. Вот и начинается новый этап. Вы вступаете во взрослую жизнь. Многие из вас разъедутся по разным городам, но никогда не забывайте о родном городе в Устилимске. И помните, что мы вас очень любим и всегда вас ждем. Я поздравляю вас с окончанием школы. В добрый путь, друзья! Максим Сизых, Эдуард Почезерсов, Новос ЕРТ.